В Северном Новосибирске обсуждали проекты, которые претендуют на победу в патриотическом конкурсе и гранты. Кто-то потратит средства на издание памятной книги, а кто-то на непростое дело поиск пропавших без вести в местах сражений Великой Отечественной войны. Подробности у Виктории Рыжих. Любой сезон зимой, летом, весной Михаил и его коллеги ищут пропавших без вести солдат. Документы, медальоны, каски или кружки. Подчас любая деталь, предмет может помочь определить личность погибшего. Поисковые работы – это всегда непросто. Сутками в лесу, в грязи, под комариный аккомпанемент. Зато, когда удается отыскать останки бойцов, усилия вознаграждены. Сейчас можно делать анализ ДНК, чтобы наверняка подтвердить имя-фамилию. В 2011 году наши поисковики подняли на территорию Эстонии самолет Ил-2 с пропавшим солдатом. И не могли увезти его на родину, потому что эстонская страна не предложила, а поставила требования. Потому что они должны установить родственников с помощью теста ДНК. И только тогда они разрешат увезти останки солдата на родину. Из ста найденных останков солдат удалось разыскать родственников только 22. Сложность в том числе и из-за отсутствия финансирования. Конкурс социально значимых проектов – это реальный шанс получить деньги на поисковые работы. Второй год подряд в Новосибирске выбирают патриотические проекты, на которые благотворители выделяют средства. Победители 2015-го предложили возвести памятник героям Великой Отечественной войны, захороненным на Зальцовском кладбище. На самом деле, когда мы говорим о проблемах современности, о росте суицидов, о неблагополучных семьях, о скрытых угрозах, так вот, наличие патриотического движения, воспитание морального духа, воспитание чувства принадлежности собственной родине – не панацея, конечно, но один из важных моментов вклада в то, чтобы нам преодолеть все эти негативные процессы. Впервые в этом году в конкурсе участвует женская гимназия. Девушки собирают материалы для книги памяти героев сразу трех войн – Афганской, Чеченской и Великой Отечественной. Виктория Рыжих, Алексей Зубила, Новости ОТС.